Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! С вами Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня мы будем с вами слушать интересную историю. Сказка называется «Разумная дочь». Жил один бедняк с женой, родилась у них дочь. Надо справлять родины, а у него ни хлеба ни к хлебу, чем гостей угощать. Пошел бедняк за водой на реку, набрал полные ведра, назад возвращается. Глядь, лежит в кустах телушка, да такая слабая, плохенькая такая, что сама не поднимется, принес бедняк домой воду и рассказал жене о телушке. Так возьми ее, говорит жена. Вернулся он на реку, взял телушку и принес домой. Давай, говорит жене, зарежем ее, будет чем гостей угостить. Понравилась жене телушка, такая пестренькая, белобокая. Нет, говорит она, пускай растет. Да она совсем ведь слабенькая, видно кто-то ее бросил, чтобы в коровнике не окалело. Может и выходим ее. Подрастает дочка, будет ей и молочко. Послушался муж жену и оставили они телушку выхаживать. А крепла телушка, растет как на дрожжах. И дочка тоже, как на дрожжах растет, такая умная вышла, что и старики охотно ее слушаются. Выкормилась из пестрой белобокой телушечки славная коровка. Подросла и девочка, исполнилось ей семь лет, стала она коровку пасти. Засмотрелся однажды богатый сосед на бедняцкую корову. Откуда это она у тебя, спрашивает. Бедняк и рассказал ему все, как было. Эге, говорит богатей, так это же моя телушка. Это я ее выбросил. Не думал, что она на ноги-то поднимется. Нет, тогда давай я ее заберу, свою эту коровку, назад. Запечалился бедняк. Ведь ты же ее выкинул, а я ее выкормил, говорит он. Теперь она моя. Не соглашается богатей, не отдашь по-хорошему, пойдем к пану судиться. Что делать? Пошли судиться к пану. Богатей подал пану руку, поздоровался. Известно, богатый с богатым, они же свои люди. Пан ему и говорит, садись. Сел богатей в кресло, а бедняк у порога стоит. Снял шапку. Пан на него даже и не смотрит. Ну, что скажешь? Спрашивает он богатого. Да вот, пани, какое дело вышло. Начал жаловаться богатей. Семь лет назад забрал этот человек у меня мою телушку, а теперь ее не отдает. Выслушал пана бедняка, а потом и говорит ему. Хорошо, суд мой будет таков. Задам я вам три загадки. Что на свете жирнее всего? Что на свете слаще всего? И что на свете быстрее всего? Кто отгадает, у того и коровка останется. А теперь ступайте домой, пораздумайте. Завтра приходите с отгадками. Вернулся бедняк домой, сел и плачет. Чего ты, Тата, плачешь? Спрашивает девочка. Да вот, хочет богатый сосед коровку у нас отобрать, отвечает отец. Пошли мы с ним к пану на суд, а тот задал нам три загадки. Кто из нас отгадает, у того коровка и останется. Да где ж мне отгадать-то те загадки? А какие загадки, Тата? Спрашивает девочка. Отец и сказал. Ничего, Тата, не печалься, говорит девочка. Ложись спать. Утро вечера мудренее. Завтра что-нибудь придумаем. А богатый пришел домой и радуется. Ну, баба, говорит он жене, будет корова наша. Только нам надо с тобой отгадать только три загадки. Что на свете жирнее всего, что на свете слаще всего и что на свете быстрее всего. Подумала жена и говорит. Вот так диво, да тут и отгадывать-то нечего. Нет ничего на свете жирнее моего борова, слаще липового меда наших пчел. А быстрее всего нашего жеребца. Никто, кроме него, так бегать быстро не умеет. Ведь он так промчится, что и ветер его не догонит. Правда, согласился мужик. Я так пойду и пану все скажу. Наутро приходит богатый с бедным к пану. Ну что, отгадали мои загадки, спрашивает пан. Богатый вышел вперед. Да тут и отгадывать нечего. Нету на свете ничего жирнее моего борова, Слаще липового меда моих пчел и быстрее моего жеребца. А ты, спрашивает пану бедняка, отгадал? Отгадал, пани. Нет ничего жирнее земли, ведь она нас всех кормит. Нет ничего слаще сна. Хоть какое горе случится, а уснешь и все позабудется. И нет ничего быстрее людских мыслей. Ведь сам ты здесь, а мысли уже далеко-далеко-далеко. Кто это тебя научил так отгадывать мои загадки? Спрашивает он у бедняка. Моя дочка семилетка, говорит бедняк. Удивился пан. Не может быть, чтоб какая-то малолетняя бедняцкая дочь Отгадывала его загадки. Решил он посмотреть на умную девочку. Приехал однажды к бедняку, а тот как раз в поле был. Встретила пана дочка семилетка. Девочка спрашивает пану. К чему мне это лошадей привязать? Посмотрела девочка на сани и посмотрела на повозку, что стояли на дворе. И говорит. Можешь к зиме привязать, а можешь и к лету. Пан так и глаза вытаращил. Как это можно привязать лошадей к зиме и к лету? Смеется, видно, над ним эта девчонка. Ну, хоть к саням привяжи, хоть к повозке, пояснила девочка недогадливому пану. Видит пан бедняцкая дочка и вправду очень разумная. Обидно это пану. Услышат люди, что она умнее его. Тогда хоть беги из поместья. Поговорил пан с девочкой и поехал. А ей сказал, чтобы отец пришел к нему вечером. Ну что, мои маленькие друзья, а сейчас садитесь поудобнее. Мы будем с вами смотреть мультфильм. А продолжение сказки мы будем читать завтра. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok